Спортивные страсти разгорались в областном центре. За очередные три очка поборолись сверхазахстанские футболисты. В рамках 15-го тура Козылжар СК принимал на своем поле уральский клуб Акжаек. О том, кому удалось одержать победу в этом матче, в репортаже Дениса Севкова. Матч начался. Трибуны скандируют. Гости с первых минут оказали сильное давление на нашу команду. Атаки уральских футболистов тревожили оборону хозяев. Но по окончанию первого тайма никто так и не сумел открыть счет. Недовольство на трибунах росло. Не удовлетворен был и наш тренерский штаб, в сценарии которого не входило уступать противнику. В перерыве нужно было срочно что-то менять. Второй тайм начался. И 47-я минута уже стала роковой для команды Козылжар СК. Игрок Акжаек Алексей Мальцев открывает счет, посылая мяч в ворота Владимира Никлевича. Но после пропущенного мяча североказахстанские футболисты не опустили голову. На натиск уральцев наши игроки ответили несколькими хорошими контратаками, одна из которых едва не завершилась мячом в ворота. В эти же минуты у северян произошла замена. На поле вышел 19-летний полузащитник Осет Кабдалаев, который внес усиление в центр поля. Теперь с каждой минутой превосходство уральцев стало угасать. А 81-я минута стала счастливой для наших футболистов. Вышедший на замену Осет Кабдалаев забивает гол. Несмотря на то, что футболисты Акжаика до конца убеждали бокового арбитра в том, что гол был забит из офсайта, главный судья из Караганды Сергей Деньим показал на центр поля. Счет сравнялся 1-1. Теперь инициатива перехвачена. Уральская команда отошла в оборону. Но как ни старались северяне, мяч так и не мог попасть в ворота гостей. Казалось, встреча закончится со счетом 1-1. Добавленные 4 минуты к основному времени матча истекали. И вот угловой на последних минутах подают уральцы. Словенский полузащитник Акжаика Барус Семблер на 91-й минуте замкнул мяч точного ворота северной команды. Финальный свисток. Катлужар СК Акжаик 1-2. Очень обидно проигрывать дома, но игра есть игра. Допустили много ошибок в обороне. Забили нам два гола. Вроде как сравняли счет. Потом опять пропустили. Немножко не повезло, жалко. Болельщики гнали вперед, но не получилось. Так бывает это в футбол. Поэтому надо вперед. Еще 14 игр. Поэтому думаю, что все будет еще нормально. Поработаем и будем выигрывать. В турнирной таблице Петропавловская команда остается с 21 очком и спускается на седьмое место. Следующая игра на стадионе Карасай состоится 9 августа с лидерами турнирной таблицы Кораном из Шимкента. Денис Севков, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.